В эфире GS Times игры. Восток против Запада. Создатели Stalker судятся с создателями Stalker. Заразен ли Watch Dogs? Ubisoft обещает не облажаться с Assassin's Creed Unity. The Last Guardian подождёт. Анонсы игр Vane и Dangerous Man. The Settlers всё ещё жива. Blue Bight представила новую игру. Об этом и многом другом уже сейчас. Wolfenstein The New Order стал одним из самых успешных шутеров первой половины 2014 года, уступив по объёму стартовых продаж только Titanfall. В таких условиях странно было бы не надеяться на продолжение, и разработчики из Machine Games уже активно о нём размышляют. Директор студии Дженс Мэттис заявил, что команда не до конца удовлетворена качеством The New Order. Можно было ещё проект отладить и внедрить пару смелых идей. Но на это банально не хватило времени, поэтому все упущения, по его славам, разработчики обязательно реализуют в сиквеле, насчёт которого у них имеется уже кристально чистая концепция. Как вы помните, в День дурака чехи из Bohemia Interactive анонсировали для шутера Arma 3 необычное дополнение Cards, которое в конце мая вышло в Стиме по цене всего в 2 доллара. Как оказалось, несмотря на такую низкую цену, разработчикам удалось заработать на нём 50 тысяч долларов. Впрочем, сама студия не возьмёт из этой суммы ни цента, а все средства перечислят в счёт чешского Красного Креста. Команда Oculus VR продолжает переманивать в свои ряды заметных деятелей игровой индустрии. Создатели шлема виртуальной реальности собираются приобрести студию Carbon Design, которая была ответственна за проектирование геймпада для Xbox 360, а также принимала участие в разработке контроллера Kinect. Предполагается, что Carbon Design займётся дизайном и эргономикой Oculus Rift. Со 2 по 4 октября этого года в Москве пройдёт очередная конференция разработчиков игр. KRI 2014 предоставит всем желающим возможность встретиться с первыми лицами игростроя, прослушать лекции, посвящённые широчайшим аспектам создания игровой продукции, принять участие в круглых столах и дискуссиях, и представить свои работы на суд профессиональной публике. 7 июля начнётся открытое бета-тестирование онлайнового шутера Survarium. Изначально оно было запланировано на 14 число того же месяца. Тестироваться будет только PvP-режим, а FreePlay, который позволит свободно исследовать открытый мир, ещё находится в разработке и будет представлен на суд к концу года. Издательство Deep Silver собирается переиздать сэндбокс Action Saints Row 4 со всеми вышедшими дополнениями, коих насчитывается аж 29. Переиздание получило название National Treasure Edition, выйдет на PC, Xbox 360 и PlayStation 3 и будет стоить 60 долларов. Также представители Deep Silver определились с датой выхода другого переиздания. Metro Redux, включающего переработанные Metro 2033 и Metro Last Light для PC, PlayStation 4 и Xbox One. В продажу оно поступит 29 августа. Авторы моба-стратегии League of Legends тем временем пытаются улучшить качество работы своих подразделений, причём очень интересным способом. Руководство Riot Games решило всем новым сотрудникам выплачивать денежную компенсацию за увольнение, если те недовольны условиями труда и своим положением, но при этом работают ради денег. Компенсация составляет 10% от годовой заработной платы и не может превышать 25 тысяч долларов. То есть компания хочет, чтобы в её рядах остались только те сотрудники, которым реально нравится их работа. Хочешь сделать человеку хорошо? Сделай плохо, а потом верни всё как было. Похоже, такой логикой руководствуется издательство Ubisoft. Все вы знаете, что случилось с Watch Dogs. Свой новый сэндбокс-экшен компания демонстрировала на выставках с безумным качеством графики и смело позиционировала его как настоящий некстген. А вышедшая на деле версия оказалась технически вполне обычной, заметно отстающей от демонстрации на E3 2012 и во многом не дотягивающей даже до той же Grand Theft Auto 4 2008 года выпуска. Для критиков это послужило причиной для занижения оценок игре, а для геймеров — поводом для высмеивания Ubisoft. Показанный на E3 2014 геймплей Assassin's Creed Unity тоже выглядит потрясающе. И опять же, новая Assassin's Creed позиционируется компанией как первая игра серии нового поколения. Всех интересует закономерный вопрос, а не повторится ли история с Watch Dogs? Продюсер проекта Винсент Понбриан уверяет, что нет. И первое, на что он обращает внимание, Unity не выйдет на консолях прошлого поколения. Поэтому у авторов нет необходимости оптимизировать игру под старое железо, а именно это и сказалось на финальном качестве Watch Dogs. Он добавил, что поскольку до релиза осталось всего несколько месяцев, та графика, что мы видели на E3, перекочует и на наши с вами мониторы и экраны телевизоров. Интересно еще вот что. Компьютерная версия Assassin's Creed Unity запросто может выйти одновременно с консольными. Ведь, как вы знаете, буквально все прошлые части серии появлялись на PC позже. В случае с прошлогодней Black Flag отрыв составлял чуть меньше месяца, а самая первая Assassin's Creed вышла на компьютерах аж через полгода после PlayStation 3 и Xbox 360. Но в этот раз Ubisoft хочет исправить ситуацию и всеми силами пытается завершить работы с PC-версией Assassin's Creed Unity в срок, чтобы она тоже поступила в продажу ровно 28 октября. С этим есть трудности, потому что каждый персональный компьютер, в отличие от консолей, представляет собой уникальный набор железа и на оптимизацию уходит значительно больше времени. Из-за этого и задерживались прошлые части. Но поскольку опыта у Ubisoft уже хоть отбавлей, компания попытается в этот раз порадовать последователей православной платформы. На Кикстартере студия West Games начала сбор пожертвований на разработку проекта под названием Ариал, смело позиционирующегося как духовный наследник сталкера. Причем, как заявляют авторы, костяк West Games состоит из специалистов, трудившихся в рядах GSC над оригинальным Сталкером и закрывшимся Сталкером 2, а также приложивших руку к серии Метро. На воплощение своей задумки они просят подозрительно ничтожные для игры такого уровня 50 тысяч долларов, однако это не единственный факт, который смущает в их проекте. Представители Vostok Games, работающие сейчас над шутером Sarvarium и реально входившие до этого в состав основных разработчиков Сталкер, отмечают, что Quest Games, выбравший, кстати, да нельзя актуальное название, надо относиться настороженно. В частности, вот что говорит пиар-директор Vostok Games Олег Еворский. Цитируем. «Чтобы вы понимали, за долгие годы разработки игр Сталкер, а затем и Метро, в их создании участвовали буквально сотни человек, многие из которых делали совсем несущественные вещи. Это и бета-тестеры, это и моделлеры, которые могли спроектировать всего пару-тройку моделей оружия. Было немало тех, кто приходил в GSC всего на пару месяцев, лишь для того, чтобы внести Сталкер к себе в портфолио. И теперь эти люди называют себя ведущими разработчиками проекта. Но больше всего меня беспокоит то, что Вест использует материалы и наработки из Сталкер. Это и неэтично, и незаконно, и служит только для того, чтобы привлечь к себе побольше внимания. Пользователи Kickstarter должны относиться к этому настороженно. И действительно, если повнимательнее изучить страницу Ареал, можно обнаружить, например, вот этот концепт-арт, который явно принадлежит Сталкер, и уже много лет пылится на фанатских сайтах. Ну что ж, посмотрим, удастся ли Уэст Геймс довести сборы до конца. The Settlers уже насчитывает 10 игр. Но, как и Энну, другая серия стратегий немецкой школы, от той же Blue Byte, планомерно переводится в онлайн. Анонсированная Ubisoft-игра The Settlers Kingdoms of Anteria заявлена как условно-бесплатный проект. Успокаивает то, что делают её всё те же ветераны из Blue Byte. По их словам, Kingdoms of Anteria станет самой инновационной игрой серии. Однако в каком плане, пока непонятно. Никаких подробностей нет, опубликован только вот этот трейлер. Безусловно, красивый и дорогой, но, как обычно, малоинформативный. Релиз новинки вроде как состоится до конца года. Пока японский долгострой The Last Guardian фанаты уже не раз похоронили, а разработчики не раз воскресили, студия Friend & Foe, основанная как раз людьми, одно время создававшими The Last Guardian, анонсировала две новые игры, которые, надеемся, делаются более активно. Известно о проектах не так много, материалов кот наплакал, но основные детали всё же имеются в нашем распоряжении. Первая игра называется Dangerous Man. Это аркадный экшен в стиле полицейских боевиков 80-х годов прошлого века, где мы будем играть за двух копов — Дэна и Дона. По сюжету они решают очистить город от банды, терроризирующих горожан. Делается Dangerous Man пока только для iOS, но авторы не исключают выхода и на других платформах. Вторая игра, Вейн, создаётся уже эксклюзивно для компьютеров. Это квест с открытым миром, в котором мальчик, наделённый необычными способностями, исследует таинственные земли и решает встречающиеся на его пути головоломки. Акцент разработчики делают на необычную атмосферность. Надо заметить, что основатели Friend and Foe за свою карьеру приложили руку не только к The Last Guardian, но и, например, к шутеру Battlefield 3, а также серии Killzone. Судя по всему, денежных проблем новообразованная студия не испытывает. Инвесторов или издателей искать не планируется, а финансирование ведётся из личного бюджета. На первом месте в британском черте отлично дебютировавший симулятор смешанных единоборств EA Sports UFC. Он вышел эксклюзивно для консолей нового поколения. Это, как вы помните, первая игра Electronic Arts под брендом UFC, который перешёл в распоряжение компании после закрытия THQ. Второе место занимает шпионский экшен Watch Dogs, а следом за ним — шутер Titanfall. На четвёртом и пятом местах — Wolfenstein The New Order и FIFA 14. А в Стиме из-за разбушевавшихся летних скидок — полный бардак. В лидерах находится The Elder Scrolls V Skyrim. Также на прошлой неделе пользователи разбирали, как горячие пирожки на местном рынке, шутер Payday 2. Survival DayZ даже в такие трудные времена умудрился не ударить в грязь лицом и занял третью строчку. На четвёртом месте ещё одна ролевая игра — Toucher 2 Assassin's of Kings. А закрывает пятёрку лидеров шутер Far Cry 3. А это были все игровые новости на сегодня. До новых встреч на GSTV! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова